Мы откроем сегодня наши Библии на 4-й главе Евангелия от Марка. Аллилуйя! Давайте начнем читать с 14-го стиха. Евангелие от Марка, 4-я глава. Сеятель Слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово. Иисус сказал здесь, что Слово Божье – это семя. Просто задумайтесь на минуту. В Библии сказано, Его Слово приносит жизнь. Его Слово – жизнь для тех, кто находит Его. И здравие или здоровье для всего их тела. Верно? Библия говорит, Он послал Своё Слово, и Оно исцелило их. Иисус сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. И Иисус назвал Слово Божье семенем Божьим. Это Божье семя. Позвольте мне сделать с вами еще один шаг. Я хочу, чтобы вы развивали вашу веру в семя. Развивали вашу веру в семя. Каждый человек, неважно, кто, неважно, где они живут. В Нью-Йорке или в Бонго-Бонго, если существует вообще Бонго-Бонго. Я имею в виду, неважно, где они. У них есть данное Богом понимание о семени. И неважно, если они никогда не видели, как что-то растет. Если они никогда не видели... Просто есть понимание о семени. Вы знаете по семени, что вы получите. То, что вы сеете. Вы не посеете одно, а пожнете другое. Просто так не бывает. Аминь. Даже когда вы смешиваете два семени, или вы прививаете одно растение к другому, после этого происходит одно из двух. Вы либо стерилизовали это растение, и оно никогда не будет плодоносить, оно стало мертвым семенем, или оно будет производить измененный плод и дальше. Понимаете? Человечество. У человека есть данное Богом понимание о семени. Он просто знает это. Это просто встроено в его сознание. Неважно. Даже если он никогда в жизни не видел ферму. Он просто знает, что если вы сажаете это, это то, что произойдет. Аминь. Не закрывайте это место. Я хочу вернуться к этому. Но мы сначала должны прочитать следующее. Давайте откроем послание Галатам. Мы должны положить это на свою тарелку сегодня. Вы услышите. И фактически я слышал, я слышал, как люди говорили мне такое. Ну, брат Копланд, знаете, я имею в виду, я не знаю, у вас много веры, и все такое. Я просто не знаю, что Слово Божие будет работать для меня таким образом. Я имею в виду, я просто никто, и живу в такой глуши. Позвольте мне спросить вас, мистер Никто, если бы кто-то дал вам семя арбуза, и у вас была бы хорошая почва и вода, чтобы поливать ее, как вы думаете, это выросло бы у вас? Или вы думаете, что это росло бы только у меня? Это будет расти у каждого, у кого хватает разума, посеять семя в землю и полить его водой. Почему? Семя лучше вас знает, что ему делать. И оно нелицеприятно, оно будет расти, когда бы вы его не посадили. Насколько же больше мы должны уделять такое уважение Слову Живого Бога. Аллилуйя. Послание Галатам, 6 глава. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. 7 стих. Не обманывайтесь. Скажите вслух. Хорошо. Я не буду. Бог, поругаем, не бывает. Не зная или неосознанно, если кто-нибудь встанет и скажет, ну, знаете, я просто скажу, я не согласен с этим синим семян. Вы все говорите это, когда собираете пожертвования. Я просто не согласен со всем этим. Вы только что ругали Бога. Знали вы об этом или нет? Вы так делали? Бог, поругаем, не бывает, что посеять человек, то и пожнет. Здесь интересно то, что он, когда он сказал это, он говорил о слове, он говорил о деньгах, он говорил о таких вещах, о которых большинство людей ворчат, когда речь заходит о том, что Слово Божье является семенем. Да, брат Копланд, я думал, что вы сказали это, что мои деньги были семенем. Иисус сказал, Слово – это семя. Разве вы не знаете, что каждое семя заключено в оболочку, в шелуху, в скорлупу, окружающую его? Когда вы кладете ваше пожертвование в корзину, это пожертвование, эти деньги – это материальная часть семени. Теперь вы берете Слово Божье, и вы применяете его к этому семени. Слово становится жизнью в этом семени. Слово Божье производит рост. Деньги – это просто носитель. Как же вам теперь поливать его? Хвалой и благодарением, Аллилуйя. Хорошо, вы со мной? Давайте вернемся теперь к Евангелию от Марка. Сеятель Слово сеет. Посеянные при дороге означают тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом, и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корни и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Это был второй пример. Второй. Посеянное в тернии означает слышащих Слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода. Это был третий пример, верно? Это была третья иллюстрация. А вот и четвертая. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Заметьте, что в третьем примере заботы и обольщение богатством, входя, заглушают Слово, и Слово остается без плода. Но здесь же он говорит о человеке, который слышит Слово и приносит плод. Так что почва и семя должны работать вместе, верно? Да? А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Итак, согласно словам Иисуса, только 25% этого собрания будут держаться, будут стоять и продолжать среди попыток сатаны украсть Слово Божье из вас и не позволят ему сделать это и пойдут и принесут плод одни в тридцать, другие в шестьдесят, иные во сто крат. Он сказал, что 25% из вас сделают это. Я хочу узнать, кто эти 25%? И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд? Не прячьте это куда-то под сосуд, не обращая внимания на это после того, как уйдете с этих собраний, или под кровать. Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто, любой человек, имеет уши слышать, знаете, что мне нравится делать в таком месте? Мне нравится вставлять здесь маленькие скобки и вписывать слово «меня» с большой буквы, относящиеся к Иисусу. Если кто имеет уши слышать «меня», говорит Иисус, это будет работать для всякого, кто будет слушать «меня». Если кто имеет уши слышать, дослышит. Я хочу, чтобы вы поняли важность этих слов. «Дослышит». В тот момент, когда Иисус сказал это, был ли Он сыном живого Бога? Да. Был ли Он помазан? Да. Был ли Он пророком? Да. Аминь. Что сказал Бог, когда Он сотворил небеса и землю? Что Он сказал? Что? Да. Будет. Что Он только что сказал? Да. Он просто произнес и призвал это к вечному существованию. Когда вы принимаете решение быть одним из тех 25%, тогда никакой дьявол в аду не сможет этого у вас отобрать. Сын живого Бога. Если вы видели Сына, вы видели Отца. Я хочу, чтобы вы знали, что тот же, кто сказал «да будет свет», сказал «да слышит». Это значит «дьявол, оставь его в покое». Это значит, что все. Все остальные из вас должны не затыкать его уши, потому что он услышит. Я говорю ему, я говорю вам, я говорю вам, что если вы принимаете решение, нет ничего скрытого, что бы вы не получили. Скажу вам. Когда это касается вас, и реальность этого, и откровение этого приходит внутрь вас, нет никого, кто смог бы привязать вас к этому сидению. Боже мой. Когда Бог дал кому-то семя, и дал ему власть сеять его, и дал ему вечную власть перед лицом дьявола, перед лицом греха, перед лицом болезни, перед лицом немощи, перед лицом нищеты, и всего остального, и затем сказал, если он принимает решение делать это, если он принимает решение иметь слышащее ухо, тогда я говорю «да будет так». нет такого откровения о вашем избавлении, которое вы не смогли бы принять. Аллилуйя. Прочитайте немного далее, посмотрите, что он сказал. замечаете, что слышите. «Ваше ухо не было создано для сплетен. Оно не было создано для сомнения и неверия». И кто-то приходит и говорит, «Ну, вы говорите, как один из тех глупцов веры». Тут же закройте ваши уши и не спорьте, и не тратьте на это время. Просто улыбнитесь, повернитесь и уйдите. Неважно, если это родственники, неважно, даже если это пастор, неважно, кто это. Неважно. «Ну, и вы говорите оправдание для неверия». Я не хочу слышать ваше оправдание неверия. Я не хочу, чтобы вы приходили и говорили мне это, потому что Иисус уже сказал, «Если у меня есть слышащее ухо, да услышу я». Но помните, в 4 главе притч «Закон принятия Сын Мой Словам Моим Внимай». Вот в чем все дело. Именно в этом. Внимай Моим словам и ставь это на первое место в своей жизни. Это ваша работа. Занимайтесь этим. Занимайтесь этим, прежде чем вы занимаетесь вашей работой, там, где вы работаете. Занимайтесь этим, прежде чем заниматься вашим служением. Занимайтесь этим, прежде чем заниматься чем-то другим. Поставьте это слово на первое место. Слова Моим Внимай, крича Моим, преклони ухо твое. Вы когда-нибудь видели кого-то, кто склонен спорить? Важно, что вы говорите. «Разве это не чудесный день?» «Да, но он еще не закончился». Я имею в виду, вы встречали кого-нибудь такого. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то говорил, «Я не склонен делать это механически». Или, знаете, «Я не склонен к этому». Это не мой естественный образ мышления. Это не то, что меня привлекает. Бог говорит, «Вы принимаете решение быть привлекаемыми Моим Словом». «И если я сказал, что это так, это так». И будьте склонны к согласию со мной, а не к несогласию со мной. Он сказал, «Замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите?» Вы меряете это тем, как вы слышите это, как вы говорите это, как вы верите в это. Такое отмерено будет вам. Это потрясающее заявление. Ибо кто имеет, имеет что? Имеет уши слышать. Тот, кто преклонил ухо, чтобы слушать Бога. Говорю вам, есть времена, когда вы находитесь под громаднейшим давлением. И дьявол загнал вас в сферу, в которой вы подчинились угнетению. Вы подчинились тем или иным путем. Подчинились депрессии и угнетению. И никому не дело до меня. Я не думаю, что Бог будет действовать для меня. И я не... и так далее, и тому подобное. Тяжело подниматься, побеждать свою плоть и перенаправлять свое ухо. Иногда вам может понадобиться помощь, чтобы сделать это. И благодарение Богу за хорошую церковь. Но тогда вам придется слушать. Ваш пастор не может просто заставить вас делать это. Но это все, о чем он хочет говорить. Он сказал это. Я пойду в какую-нибудь другую церковь. Вы просто приняли отчаянное решение прямо там. То, которое неправильное. И у вас плотское мышление. И вам нужно подняться и взглянуть в лицо этому и сказать, «Вот, я поступаю по плоти в этом». И помышление плотские суть смерти. Возьмите свое ухо, возьмите себя за ухо и сожмите его. И поставьте себя на колени и скажите, «Давай, Коннет, посмотри правде в глаза». Тебе не нужно, чтобы кто-то плакал, кричал и вопил вместе с тобой. И говорил тебе, что все хорошо, дорогуша, что нормально, если ты такой. Нет, благословен Господь. Это ненормально. И вернитесь к Слову Божьему и скажите, «Я, я направляюсь к возрастанию во кресте Иисусе». «Я не буду больше младенцем в этом». Встаньте на колени, опуститесь на ваше лицо. И молитесь в духе. И верьте Богу, пока вы не узнаете, где ваша церковь. И пойдите в нее. Аминь. И будьте важной частью этого. И станьте там сильными. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. И сказал, «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, и как семя всходит, семя всходит и растет, не знает он». Он не знает, как это работает. Ему не нужно знать, как это работает. Он не говорил. Помните? Иисус уже сказал, «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Он не сказал, что вы должны оставаться невежественными всю вашу жизнь, не зная, как это работает. Он научит вас тому, что заставляет это работать. Но вам не нужно ждать, пока вы узнаете, для того, чтобы это работало для вас. Все, что вы должны делать, быть послушными. Иисус сказал это так. Он сказал, «Кто исполняет мои слова, кто слышит мои слова и исполняет их, я сравню его с мудрым человеком, который построил свой дом на камне». Не сказано, что тот человек был мудрым. Сказано, что он поступал как мудрый. Аминь. Да, вы просто поступали как мудрый человек, и вы получили результаты мудрого человека. Вы можете даже не знать, что заставило это работать. Но вы сделали то, что Иисус сказал сделать. И когда вы делаете то, что Он говорит в Своем Слове, вы не только применяете Его семя, Его власть и Его жизнь на деле, но вы должны помнить, что Иисус в послании к евреям, в третьей главе, в первом стихе, поставлен Богом и помазан Богом быть первосвященником, Его слов в наших устах. Когда мы в хвале обращаем эти слова к Нему и поступаем мудро на их основания. Он говорит, «Те, кто слышит мои слова и не исполняет их, не действует на основании их, я скажу, на кого они похожи». Они похожи на глупца. Если вы поступаете как глупец, вы получаете награду глупца. Ну, брат Копман, я просто не знаю. Вы же умеете читать, верно? Примите решение быть в этих 25%. Я отказываюсь быть чем-то другим, кроме хорошей почвы. И когда я нахожу это в Слове Божьем, я буду действовать согласно этому и исполнять это. Давайте откроем послание Иакова. Помните, Иисус сказал, что все Царство Божье подобно тому, как человек должен действовать и сеять, и быть послушным Слову Божьему. Он сказал это в 30-м стихе, пока вы смотрите в послание Иакова. «Чему подобен Царствие Божье? Или то, как и что делает Бог? Как Он делает это? С чем мы можем это сравнить? Оно как зерно. Оно как зерно горчичное. Просто маленькое зерно, которое, когда сеется в землю... В какую землю? В хорошую землю, в хорошую почву. В 25 процентов. Я один из них, хвала Господу. Я настроен на то, чтобы отмерять вас сто крат. Это мое стремление. Слава Богу. Я намерен получить все. Все. Аминь. Когда вы так делаете, Он сказал, что то, как и что делает Бог, похоже на это маленькое семя, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше. А когда посеяно, всходит и становится больше. А когда посеяно, всходит и становится больше. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. Вырастает в большое дерево, и это место укрытия для птиц небесных. Слава Богу. Откройте вместе со мной послание Иакова. Давайте посмотрим на послание Иакова под водительством Святого Духа. На его способ описания того же самого, что только что сказал Иисус. Здесь, в этой первой главе, Он сказал в 22 стихе, «Чтобы вы были исполнителями Слова». Подождите минутку. Что такое Слово? Семя. Что мы развиваем? Веру в семя. Мы развиваем веру в семя. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Обманывающие себя в каком мышлении? Обманывающие себя, чтобы ругать Бога и говорить, что это семя не работает. Разве не это мы только что читали в 6 главе послания к Галатам? Не обманывайтесь. Да? Хорошо. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет...» Мы только что читали о 75% всей группы здесь. Они слышали Слово. Некоторые из них приняли Слово. Но они, когда какое-то давление поднимается, вместо того, чтобы быть исполнителями Слова, просто выбросили его. И пошли и слились с гонением, пошли и слились с бедствием, пошли и слились со всяким давлением, которое дьявол оказал на них. Неважно, было ли оно финансовым, физическим, каким бы оно ни было. И они слились с Ним вместо того, чтобы встать и преклонить свое ухо и сказать, «Это не то, что сказал Иисус. Я собираюсь сделать то, что Иисус сказал. И мне неважно, что все остальные пойдут этим другим путем». Смотрите, как Иаков сказал это. «Либо кто слушает Слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас или сразу же забыл, каков он. Забыл то, что увидел в этом зеркале. О чем он здесь говорит? Он указывает на тот факт, что если вы не принимаете решение знать, когда вы уходите, вы забудете. Вы помните общие черты. Вы помните то, что вам не понравилось, или еще что-то, что вы знаете, или что ваша прическа была не совсем правильной. Но если вы не приняли решение, в данном случае решение «видеть», Иисус говорил о том, чтобы преклонить ваше ухо, принять решение слышать Бога каждый раз, когда вы открываете эту книгу. Аллилуйя! «Будучи настроенным на то, что я буду ходить верой». Бог сказал это, и это определено. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok